Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу о путешествиях полетели и мы на Байкале. В сегодняшнем выпуске мы побываем в Нижнеангарске, расскажем и покажем, как выглядят настоящие эвенкийские обряды, а также расскажем, как добраться до живописной бухты Ай-Ай-А и побываем на термальных источниках Хакусы. В километрах 25-30 от севера Байкальска находится поселок городского типа Нижнеангарск. Чем здесь заняться зимой? Можно прогуляться по набережной, здесь есть самолет, есть корабль и другие экспонаты, и их все будет больше и больше, потому что туризм здесь развивается, можно сходить на рыбалку. И особенностью Нижнеангарска является непосредственное расположение у вод нашего знаменитого озера. В Нижнеангарске мы приехали на такси за 700 рублей в одну сторону, но можно было и на рейсовом автобусе в 10 раз дешевле. Ходит он с Севера Байкальска каждые 30 минут. Первым делом идем в Краеведческий музей. Земля Северного Байкала – это прежде всего эвенкийская земля. Издревле она принадлежала эвенкам. Существует три рода эвенкийских – это кендигирский, чельчигирский, шамагирский рода, которые в основном живут в таких поселениях, как село Кумора, село Уаян и село Байкальское. Проживает чуть более тысячи человек эвенков. Но если обратить внимание, очень интересны, например, таежные письмена эвенков. Письменности не было, следовательно, не было и истории. Мы можем только догадываться, откуда они в наших краях поселились. Но тем не менее мы уже знаем, что у них история такая же, очень древняя, как, например, и китайская цивилизация, более 4 тысяч лет. Они никогда не употребляли хлеб. Хлеб это привезли, когда уже началось освоение, это середина 17 века, когда сюда пришли казаки, первые русские, ну и стали приучать есть хлеб. Хлеб они категорически не понимали и отказывались кушать, но придумали. Пекли круглые булки, каравай, спускали его с пригорка лесоткоса, чтобы хлеб этот катился. Кто-то из аборигенов стрелял стрелами в него, попадал в хлеб, и после этого только употребляли в пищу, как добычу. В музее еще много интересных экспонатов, так что не забудьте заглянуть сюда, тем более, что тут есть небольшой магазинчик местных умельцев, а на территории макет Верхнеангарского острога, самого первого острога на всей территории Бурятии. А тут же недалеко, в Ивенкийском центре, можно пройти национальные обряды. Я прошел целых три. Правда, я выбрал версию лайт, без обеда, с обедом на 500 рублей дороже. Это Солома. По преданиям Эвенков, Солома олицетворяет судьбу человека. И вот повязывая ее на веточку лиственницы, а лиственницу они считали священной, они связывали свою судьбу с природой, отдавали в руки Верховного Божества Севаки. Это считается священным. Вот вы, например, сюда пришли со своими судьбами, вы прошли очищение, сейчас вы пройдете покорным огонь, костер. И неке бабушка, это самая верховная бабушка. Первым долгом мы должны хлебусок отломить, костер угостить. И те огня угощаем. А в горах. Сейчас возле костра сидит с нами бабушка Энеке, которая вот на нашем среднем мире следит за всеми людьми, помогает им в чем-то. И вот, чтобы она нас услышала, нужно сказать по-евенкийски. Дословно переводится «О, мой огонь, я тебя люблю». Искорка вот летела от костра. В какую сторону искорка летела, в ту сторону охотник шел. И его ждала там именно удача. По-евенкийским традициям нужно полежать вот на этой шкуре. Называется гиркаун. И если на мне останутся волосики, то чем больше этих волосиков на мне останется, тем лучше. А чем лучше? Богатый. А, я буду богатый. Перспективы развития туризма у нас, конечно, колоссальные. Но вот логистика немножко сложновата. Потому что сейчас наконец-то выстроил, что самолеты летают стабильно. Пока три раза в неделю. В летний период, мы надеемся, их больше будет. Это имеется в виду с ООНОД. С Иркутска два раза в неделю к нам летают самолеты. У нас каждый день по нескольку поездов приходит и проходит через наш район, через город Севербайкальск. Нашли предпринимателя, который за собственные средства купил катер на воздушной подушке, который лицензирован для пассажироперевоза. Мне кажется, это прекрасный дрифтомобиль. Потому что половина пути, которую мы идем, мы идем боком. Называется он Нептун Ховеркрафт 15. Вмещает в себя, соответственно, 15 пассажиров. Сделано в России. В основе лежат два наших дизеля Каминс. Те же самые, которые ставятся на Газели. Расход примерно 50 литров на 100 километров. И стоит он 6 миллионов рублей. Вот такие тарусы образуются на Байкале. Из-за ветров лед на лед наступает. И несмотря на то, что мы едем на воздушной подушке, и в принципе могли бы, наверное, с разгона взять, но тем не менее их нужно вот так разглаживать. А вообще этот аппарат едет со скоростью до 120 километров в час. А вот это живописная бухта Ай-Ай-А. Она на 4,5 километров дается в берег озера. Вот здесь буквально 20 метров от берега. И сразу же глубина 140 метров. А еще, когда здесь шторма, а шторма, несмотря на то, что это озеро, они здесь бывают и бывают довольно часто, сюда могут заходить корабли, чтобы эти шторма переждать. Потому что здесь очень тихо, спокойно. Кстати, интересно происхождение названия такого странного. Ай-я-я. Официальная версия от ивенкийского Ай-Я. Что значит красота? А не официальная версия от Ай-Я-Я. Что значит Ах, какая красота? Отсюда начинается тропа на горное озеро Фролиха. И есть два варианта там побывать. Первый вариант самый легкий. На снегоходе поднимаются на озеро Фролиха. Там небольшая обзорная экскурсия по озеру на том же самом снегоходе. Пьют чай в зимовье и возвращаются сюда. То есть также на снегоходе. Ну, кто хочет, может какую-то часть этого маршрута пройти пешком по следу. И потом забираем мы их отсюда в Ай-Я-И и отвозим обратно на базу отдыха Хакуса. Второй вариант – это для более людей таких, готовых к активному отдыху. На снегоход с санями загружается весь провиант. Ну, какие-то теплые одежды, рюкзаки отдыхающих. Выдаются им охотничьи лыжи. И они на лыжах поднимаются наверх. Какая-то обзорная экскурсия небольшая там на лыжах, кто хочет. И на следующий день по речке Фролиха, порядка там 12-13 километров, спускается в губу. И оттуда их уже забирает. А вот эти самые лыжи, которые используют и венки, и, собственно, используют туристы, когда приезжают сюда. О, не скольжу. Вперед скольжу, обратно не скольжу. Горку подниматься очень удобно. Вот, а когда устал подниматься, вот так отклонился и отдыхаешь на веревочке. Потом отдохнул и опять скольжу. Не скольжу, не скольжу. Природа, знаете, какая природа классная. Красота. Наш сопровождающий, по совместительству водитель и, опять же, по совместительству старший государственный инспектор, заказник Фролихинский, говорит, что сейчас, когда поедем по озеру, у вас будет брызгать вода. Странно. Но, тем не менее, действительно так и было. Вода брызгала на нас. А вот в чем была причина. Снегом много выпадает. И этот снег давит на лед. И через поры в этом льду, через трещины, выходит вода. Получается вот такая наледь. Мы застряли. Отцепились. Отцепились, понимаете. Немножко как-то так получилось, что мы немножко отцепились. И немножко уехали без нас. Но потом немножко сдали назад и обратно немножко прицепились. И сейчас мы едем дальше медитировать, глядя на прекрасные верхушки заснеженных деревьев. Озеро Фролиха по форме подкова видно. И правая сторона этой подковы находится за моей спиной. И здесь есть такой интересный пляж. Называют его еврейским. Почему еврейский? Потому что, во-первых, здесь достаточно далеко от людей. Здесь, наверное, везде, в принципе, далеко. Но, видимо, еврейский пляж еще дальше. И здесь мелко, и вода, соответственно, прогревается. Но это, конечно, летом. А зимой мы греться будем на горячих источниках. Есть такая поговорка. Держи ноги в тепле, а головы в холоде. Я голову держу сейчас в минус 28 градусов. А ноги, ну и все остальное, что ниже головы, примерно градусов 40-45. Вообще источник облагоустроенный. Здесь есть три внешних ванны с разной температурой. Это самое горячее. Еще один бассейн находится внутри здания рядом с раздевалкой. Я реально видел людей, которые приезжают совершенно там скрюченные, с большими заболеваниями суставов. Оттуда выезжают здоровыми. Этот источник реально давление нормализует. То есть вот мы делали замеры, приезжали. У одного понижены, у другого повышены. Заходим в источник, выходим, давление стабилизировалось. А самая классная штука, это когда здесь разогрелся. Выходишь. И подержал. И обратно в бассейн. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с суставами, желудочно-кишечным трактом или кожные заболевания, вам прямая дорога сюда. Разумеется, не забывайте о мерах предосторожности, а лучше проконсультируйтесь с врачом. А что касается самой базы, то это несколько деревянных домиков прямо на берегу озера. Дома все, в принципе, одного уровня. То есть санузлы у нас находятся на улице. То есть еще мы в данное время работаем над разрешительной документацией для того, чтобы сделать туалеты, души, душевые, чтобы были в номерах. Стоимость номера получается от 1300 рублей. Вы имеете возможность приготовить себе здесь питание на первом этаже. В эту же сумму включено еще посещение термальных источников. В зимнее время добираются либо своим автотранспортом, кто не имеет опыта, то есть у нас сейчас есть возможность доставлять на судне на воздушные подушки. Стоимость проезда – 1000 рублей в одну сторону с человека. Сотовый оператор здесь только мегафон, больше никаких нет. А теперь подсчитаем, во сколько нам обошлись еще два дня на севере Байкала. Дорога – 2600, проживание – 2650, питание – 2550, развлечение – 3400. Итого 11200 рублей за два дня на каждого. Что это за стол, под кутом появился, было непонятно. В общем, на всякий случай сделали это место священным. Они угощали детей огненной водой. Машины здесь по чекам давали через каждые три года. Лед все время шевелится и получается такой грохот. Стоит он практически 7000 на человека. Правда, в эту сумму входит трехразовое питание, два часа пользования бильярдом. У нас на базе могут увидеть люди и рыжую лису, и медведь иногда подходит.